доброе время суток уважаемые дамы и господа сегодня я совсем коротко и вот на какую тему примерно три недели назад в близкой не безразличной и важной для меня стране под названием латвия произошло серьезное изменение наконец-таки разрешили разнополые браки сразу должен сказать как гражданин канады законопослушный потому что в канаде нельзя ничего плохого говорить о том о чем я сейчас скажу то есть как законопозлушный гражданин и глубоко толерастый гражданин я могу только сказать что я ничего не имею против этого более того я даже восхищен это чтобы вы знали а сказать хочу от всей души я восхищен далее я конечно глубоко впечатлен что первая разнополая пара которая зарегистрировала свой брак организовала банкет в национальной библиотеке латвии так сказать праздник любви и красоты и еще что интересно одного из врачующихся зовут янис а другого максим то есть этот праздник любви и красоты показывает насколько глубокие корни дружбы латышского и русского народов а вот вам тоже смешно да а я вот вам сейчас расскажу историю в далекие 1970-е годы в рижском политехническом институте теперь это рига стекнику с университата рижский технический университет ну а в 70-е это был политех так вот один профессор латыш читал там лекцию а в это время за открытым окном дело было весной рабочие херачили из отбольного молотка причем херачили так что лекцию читать было совершенно невозможно ну и профессор глядя в открытое окно решил пошутить вот говорит яму роют ищут корни дружбы русского и латышского народа он сказал такое а его студент это тут же стуканули в первый отдел его с работой уволили но в тюрьму не посадили потому что это были уже 70-е годы они сороковые так что вот такой был свободный советский союз ну а мы вот сейчас здесь тут на западе в северной америке в западной европе тоже строим советский союз свободный ну про дружбу латышей русский сказать можно но зато про вот другие темы вы поняли какие очень чревато ну да ладно я ведь тоже отца закладывал но письменно а вы молодые сейчас глубже идете понимаешь душевно с разговорами такая молодежь у нас ну с этим все ясно я уже сказал что я ничего против этого не в латвии даже президент является представителем вот этой самой ну вы поняли группы и он даже обращаясь к латышской молодежи сказал что давно пора пробить стеклянный потолок чем пробить кстати головой наверное на неважно какая молодежь у нас но что мне пришло в голову мне бы сейчас хотелось высказать одну очень интересную мысль если ошибаюсь пусть старшие товарищи меня поправят вот почему надо обязательно плестись в хвосте прогресса и новизны почему не пойти вперед и не разрешить например зоофилические браки ну то есть скотоложество тем более что как мы знаем если послушать разных супругов так многие женаты на кобелях или на свиньях так что почему бы не легализовать а также инцест капрофилию капрофагию и даже каннибализм вот кстати представьте себе кто-то открыл старые видео капрофильский ресторан а еще лучше в юрмале в так сказать престижный юрмале где российские олигархи понастроили своих цыганских дворцов представляете себе вот туристы то набегут как мухи на но вы поняли муха навозная нет я вообще-то имел ввиду как мухи на мед а вы что подумали ну ладно вернемся к более высоким темам если кто не знает каннибализм это людоедство и тут тоже кстати глубокие корни вот например был такой в африке диктатор по фамилии бакаса ой опять черт побери вот возраст понимаете в африке же не может быть диктатор это народный избранник которого население центральной африки очень любила и вот господин товарищ бакаса кстати в прошлом большой друг советского союза его даже в артеке приняли в пионеры он пожирал своих оппонентов причем не в фигуральном смысле в буквальном даже от него сбежал советский повар повар выписанный из ссср его нежная душа не вынесла когда ему пришлось готовить блюда из человечины хочу он так переполошился я не знаю это же культура культуры все равны правильно вот я потому и подумал что может быть пора латвии это все так сказать легализовать и разрешать нет я никого ни к чему не призываю и мнений своих абсолютно не высказываю это просто философствование какие размышления а вы что по этому поводу думаете ну вот на этом вопросе я и заканчиваю пока всего доброго наслаждайтесь летом